Министр образования Игорь Карпенко рассказал, изменится ли вступительная кампания в Беларуси на фоне коронавируса. По словам министра, в этом году существенных новшеств не предвидится, сместятся только сроки ЦТ. Уже известно, что начало централизованного тестирования перенесли с 13 июня на 25-е. Еще в апреле министерством выставлены контрольные цифры приема и на бюджет, и на платное в разрезе всех вузов и специальностей. При этом некоторые изменения в этом году произойдут. В ходе вступительной кампании будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры, рекомендованные Минздравом. В Минобразование планируют два предмета – русский язык и математику – провести в два дня. Кто-то из абитуриентов попадет в первый день на централизованное тестирование, кто-то во второй. Не исключено, что в этом году может появиться часть школьников, которые по объективным причинам не смогут прийти в назначенные дни на ЦТ. Игорь Карпенко подчеркнул, что для таких абитуриентов определены дополнительные дни. Орша стала второй после Витебска и 12-й в республике, где заработала система электронного билета в городских маршрутах. На первом этапе будут охвачены маршруты номер 1, 2 и 5. Но в ближайшее время все городские автобусы, которые выходят на линию, будут оформлены соответствующим образом. То есть в каждом автобусе будут висеть наклейки, с помощью которых можно будет оплатить проезд. Для того, чтобы оплатить проезд, на своем смартфоне необходимо зайти в приложение Play Market и скачать приложение «Оплати». Дальше необходимо зарегистрироваться, создать электронный кошелек, положить туда деньги. И дальше все очень просто. Заходишь в автобус, сканером наводишь на QR-код и оплачиваешь проезд, зависимо от того, сколько вам необходимо билетов. Один или два. Там есть плюс или минус. То есть можно увеличить количество билетов, можно его уменьшить. Кондуктор и контролер будут проверять наличие этих электронных билетов. Для этого им сделали специальные бейджи, и тот же пассажир свой сканер наводит на этот бейдж, и там будет видно, оплатил он проезд или не оплатил проезд. Если он оплатил проезд, соответственно, будет оплачено. Таким образом производится гашение этих билетов. С новой системой оплаты и проезда ознакомилась начальник Центра банковских услуг в городе Орша, Белинвестбанка Татьяна Евгеньевна Савицкая и другие сотрудники банка. Они почувствовали себя в роли пассажира и убедились, что такая форма оплаты действительно очень удобна и быстра. В чем преимущество? Абсолютно не нужен контакт между пассажиром, кондуктором, контролером или водителем, во-первых. Во-вторых, это очень быстро. Ну и в-третьих, все-таки электронные формы оплаты проезда, они все равно, за ними будущее. Мы планируем к концу, наверное, месяца уже оформить 100% городских автобусов, которых на сегодняшний день 61. И они работают по 26 маршрутам. Все, что есть в нашей стране, передовое в области транспорта, оно однозначно будет применено к автобусному парку номер 3 города Орша. В ближайшее время у нас появится приложение Яндекс.Транспорт. Оно уже есть во многих городах Республики Беларусь. И я хочу, чтобы оно было и в Орше. Чтобы пассажир, который стоит на остановке, мог с помощью своего смартфона зайти в Яндекс.Транспорт и посмотреть, через какое время будет на остановке автобус его маршрута. И будет ли он вообще, чтобы человек напрасно не ждал. С 25 мая по 5 июня в Беларуси водители должны будут в светлое время суток ездить с включенным ближним светом фар. Это предусмотрено ежегодной акцией «Внимание, дети!». Сообщается, что в дни этой акции сотрудники ГАИ будут проводить рейды по пресечению нарушений ПДД. В МВД отметили, что особое внимание уделят соблюдению скоростного режима, правилам перевозки детей и проезда пешеходных переходов. На трассе в Толочинском районе автомобиль УАЗ наехал на опору линий электропередачи. Об этом сообщает ГАИ УВД Витебского облсполкома. Авария произошла 21 мая на 92-м километре автодороги Р-25 «Витебск-Сино-Толочин». 55-летний водитель грузовика, не справившись с управлением, съехал в кювет и врезался в столб. В результате ДТП водитель и 51-летний пассажир получили телесные повреждения. Оба пострадавших госпитализированы. Вечером 21 мая в деревне Помелково Ушачского района одновременно горели два дома, расположенные по соседству. Об этом сообщили в МЧС по Витебской области. На момент возникновения пожара владельцев зданий на месте происшествия не было, поэтому никто не пострадал. Огонь уничтожил в постройках кровли, повредил потолочные перекрытия, стены и имущество. Причина ЧП устанавливается. Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 332 924 человек, увеличившись за сутки на 4755. Об этом сообщил американский университет Джона Хопкинса. Всего в мире, по данным университета, насчитывается 5 103 278 инфицированных COVID-19. Рост за сутки составил 103 297. Излечились 1 948 000. По данным портала WorldMatter, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 197 776 человек. Количество смертельных случаев 334 675. Излечились более 2 миллионов человек. Власти города Дзилинь с населением 5 миллионов человек в одноименной провинции северо-восточного Китая закрыли все городские парикмахерские и бани в рамках мер по сдерживанию эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу 22 мая. В сегодняшнем уведомлении городского штаба по профилактике и контролю COVID-19 говорится, что другие коммерческие учреждения, где возможны скопления людей, включая салоны красоты и маникюра, должны не открываться вплоть до особого распоряжения, говорится в сообщении. Ранее Дзилинь принял ряд жестких мер для сдерживания распространения COVID-19, в частности, приостановил движение междугородних и туристических автобусов, а также ввел режим изоляции во всех административно подчиненных общинах и деревнях. Меры были приняты после того, как в Шулане, подчиненном Дзилиню, городе уездного уровня, недавно были выявлены множественные случаи локального инфицирования COVID-19. Правительственный центр по борьбе с пандемией коронавируса Таиланда одобрил предложение совбеза страны о продлении действующего режима чрезвычайного положения до 30 июня и передал этот вопрос на рассмотрение Кабинета министров. Об этом сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда. Из Бреста начинают снова ходить автобусы в Польшу. Рейсы с 22 мая возобновятся с Брестского автовокзала. С сегодняшнего дня начнет курсировать маршрут Брест-Бяло-Подляска. Поездки в польскую столицу запланированы на 23 и 25 мая в 11 утра. В Варшаву с 24 мая автобусы будут отправляться каждый день в 10 часов утра. Валерий Леонтьев приобрел элитную недвижимость в Америке. 71-летний артист сейчас проводит время на собственной роскошной вилле в Майами. Как пишут российские сайты, сейчас Леонтьев находится в США. Как известно, в Америке проживает супруга знаменитого артиста. Леонтьев ранее изредка навещал ее, а сейчас сам перебрался в Майами. Незадолго до вспышки коронавируса артист приобрел там недвижимость. Певец планировал провести в США две недели, однако коронавирус изменил его планы. Теперь Леонтьев проводит карантин в Америке и постепенно обживает свою новую виллу, которая расположена прямо у океана. Кроме того, Леонтьев приобрел яхту. Как отмечает пресса, вилла Леонтьева стоит немного дешевле, чем подмосковный замок Максима Галкина, а яхта не такая шикарная, как у Абрамовича. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...